Время стал антиох-эпифан. Хорошо, друзья, давайте тогда продолжим. Значит, еще раз я повторю одну важную мысль. За наши три дня обучения даже одному периоду историю церкви мы не сможем охватить всего подробно. Но основные, конечно же, моменты истории церкви, вот этого периода, мы с вами их упомянем. Но что бы я просил от вас? Если у вас есть вопросы, то запишите их и передайте их мне, чтобы мы с вами смогли все-таки, моя цель, чтобы когда мы с вами закончим в четверг этот предмет, чтобы все-таки максимально у нас с вами, ну, мы закончили на такой ноте, что то, что мы хотели знать, мы это узнали. Хорошо? Тогда мы говорили с вами, что нет у нас богодухновенного источника для этого предмета. Другие предметы, которые мы с вами изучаем, там вы изучаете, они основываются на теории, на писании. А здесь мы уходим от всего этого. Все. Мы идем с вами в историю, где просто какие-то там цифры, даты. Как нам быть? Вот как нам так вот все-таки чувствовать себя немножко более уверенным? Потому что я сам вот начал учить и сам сказал, что а вот бога вдохновенности не будет. Во-первых, бог открывался через историю. Во-вторых, книга деяний не закончена, вы это видите. И Евангелие продолжается, свое распространение рост. И деяния пишутся прямо сейчас. Поэтому, если мы будем следить с вами за тем, как Евангелие продолжалось, то продолжало свой рост, это принесет на пользу. Дальше. Допустим, что пишет апостол Павел? Послание филиппийцам 1.17. Он пишет коротко так о себе. «Я поставлен защищать благовествование». Но вы знаете, что это касается каждого, кому вручено благовествование. Вот часть благовествования вручена Игоре. Часть благовествования вручена Стасу. Теперь, это их ответственность, что они делают с тем благовествованием, которое им вручено. Вы согласны с этим? Давай. Ну вот. Ну вот, я не еврей по плоти. Евангелие меня достигло. Христос умирал на кресте из-за моей грехи. За всех. Евангелие должно было достигнуть меня. Кто-то должен был мне принести эту весть. И не только. До краёв... Хорошо, хорошо. Деяние 1.8. Что там сказано? Это не Деяние 1.8, но это тоже очень кстати. Слава Богу, да. Это плюс к этому. Вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Где? И кому мы будем свидетельствовать? Ну им казалось, то мы же знаем, что край земли это за посёлком Котовского уже всё. Жизнь не существует, да. А земля квадрата? А земля квадрата, да. Да, они свою функцию сполнили. То есть, вот и всё. Поэтому есть ответственность на нём, возвещать Евангелие. Есть ответственность на каждом из нас. На каждом из нас. На каждом из нас. Теперь, что Павел говорит. Помимо того, что вот, внимание, он говорит там филиппийцам 1.17, да, как мы сказали. Я поставлен защищать благовествование. Теперь, внимание, смотрите. Игорь, да, он ответственен за то, чтобы, просто как пример, потому что это касается всех вас, идти и возвещать благовествование. Стас должен идти. Должен. Я должен идти. Зачем мне нужен предмет «История Церкви»? Скажу вам. Он мне помогает возвещать Евангелие. Как? Практический пример. Я проповедовал уже здесь, в Одессе, находясь на миссии, я работал в одной компании. Я проповедовал там руководящему составу, потому что сам был частью руководящего состава. И вот я еду с самым главным шефом. Главнее уже некуда. И он знает, что я там миссионер. Первый вопрос, когда они узнавали, что я из Киева, у них был такой. Ты что, от долгов сбежал? То есть, ну какой нормальный человек в своем здравом разуме с Киева смоется в Одессу? То есть, первый вопрос, что от долгов сбежал? Я знаю, я знаю. Святые, я уже узнал об этом. Но вот они так мыслили. Да, все. Меня камнями не бросайте. Я все правильно уверовал. Аз ездит. Мне очень нравится. Happy very much, что я здесь. Ну вот они так, типа, что ты от долгов смылся? Потом другой вопрос, там, что-то личное, там, какие-то там женщины, любовницы. Я говорю, друзья, все нормально. Муж одной жены, дети, все, вы тут не подкопали. И они сидят, не понимают, что ты сюда приехал? Ну, там другое слово было. Ну, ладно. Я говорю, ну, я же не могу долго скрываться. Я говорю, ну, я миссионер. Я говорю, ну, служитель церкви. Они, о-о-о, да. Ну, это же для них поле, куда они не ходят. Понимаете, это, да, это мормоны, свидетели Говы, все. Это же для них, вот, там, не православный. Нет, все. Это же, короче, вот, все. Это туда. И я начинал сеять им, сеять Евангелие, ну, вот, по крупицам. Это же на мне есть эта ответственность. Теперь, вот его аргумент. Он сидит меня, слушает, слушает, потом говорит. Слушай, Сережа, ну, это уж Библию, ее ж столько раз переписывали. Слушайте, а он-то прав. И вот история церкви, вот для чего она нам нужна. А я ж уже опытный, я ж уже не просто так, я ж уже историю церкви подизучил. Ну, это не совсем история церкви, но это не прямые факты. Свитки Кумранской долины, Кумранские свитки. Кто-то, название слышали все, даже язычники. Я говорю, вы слышали? Он такой, ну, ну, да, ну, слышал. Я говорю, а что это такое? Ну, в общем, так, в двух словах. Там пастушок, там кинул, там козочка у него куда-то там забежала. Он, чтобы за ней не лезть в ту гору, там, в пустыне. Туда камешками давай швыряться, там, чтобы она вышла оттуда, там, с той пещерки, куда она забрала. Тут один камешек, бац, что-то разбилось. Он думает, там сокровище этого Алибабы. Да, и туда, хопа, а там амфоры. Он, ну, все, сокровище Алибабы. Достает, а там просто свитки. И это свитки, которые, скорее всего, спрятали Иисеи. Да, и что произошло? Вот до нахождения свитков Кумрана у нас были копии с вами. То есть копии — это монахи, кстати говоря, которые плохо себя вели, проштрафили, их наказывали. Ну, это одна из версий. Знаете, как наказывали? Переписывать. И вот они стояли, бедняги, и нам писали двойчники. Это одна из версий, одна из версий, одна из версий. Ну, получается, что нам благо, понимаете? И вот до этого, это тоже сейчас, это я вам не даю вот там тютелька в тютельку, но до этого самый древний переписанный манускрипт у нас датировался восьмым веком, по-моему, книгой Исаии. Я могу сейчас там в чем-то там ошибиться, но где-то это все равно так. Нашей эры, то есть после Рождества Христова, восьмой век. Вот здесь, да? То есть, итак, какой у нас самый древний был документ? Свиток. Тор. Исаия, допустим. Восьмой век. Наша эра. Переписываем. И вот, находят, достают из Кумрана шо? А как же Иисус цитировал? Да Иисус цитировал, у него свои современные были. Мы же уже говорим о нашем. А как же Исаии цитировали? Да у них-то свои современные были. Мы же говорим уже о нас. Двадцатый век. У нас сохранились только восьмого века. Ну, не хранятся они там так долго. Они сгорят там. Переписывали их поэтому. Суть в чем? Да, бумага, ну там не бумага, там эти были. Да, пергам. В чем аргумент был начальника? Что Библию переписывали. И там, короче, столько, ну, вспоминаем, просто Квашина. Лохматость повысилась. В общем, там просто уже дописывал то, что хотел. Да. У меня спину ломит, там, начальник заразы. И речь вообще не об ошибках сейчас. Речь об аргументах тем людям, кому я свидетельствую. Они говорят, Библию переписывали кучу раз. Там просто уже столько ошибок. Их аргумент. Вот уловите, что, мол, ты не можешь сказать. Да, они говорят, ну там уже вообще там. Они говорят, что там уже вообще до первоначального ничего нет. Но вот мне же им нужно свидетельствовать. И я ему говорю за этот кумран. Это просто образец, как история церкви помогает мне проповедовать Евангелие. Это просто образец. У вас это все будет по-вашему. И вот достается этот свиток. А он знаете какой век? А он четвертый век до нашей эры. Посчитайте, сколько веков разницы между двумя этими свитками? Двенадцать. Двенадцать веков. И знаете что? Сравнивают два свиточка. И что? Спасибо, дорогой. Даже я этого не знаю. Четыре помарочки. Ну давайте так, совсем не двоечники. То есть двенадцать веков переписи дают, ну я не знаю, какого, стопроцентные в отношении. И он когда слышит это, он вот это да. То есть я говорю, Сергей Анатольевич, поэтому ваши аргументы, что Библию Де переписывали и туда понаписывали. Нет, он может продолжать убеждать меня, что Библию там переписали, то есть и что там все не так. Ну знаешь, но если, извини, глупый человек уже что-то мне доказывает, ну так что я могу ему уже в отведок? Если он умный человек, он услышит этот аргумент и примет к сведению. Вот как мне помогает просто факты, ну назовем это так, из истории церкви, такие непрямые, это непрямое убеждение из Писания, что я его убеждал. Но он остается без этого аргумента. И я этот аргумент о кумранских использую очень часто. Что водители, да, эту Библию столько переписывали, я говорю, ну я вижу, что вы умный человек. Ну да. Слышали о кумранских свитках? Ну да. Слушай, нет, он не может сказать, он же умный человек. И дальше следует рассказать. Или второй пример, идем дальше. Ну мы же с вами в православном окружении, просто статистика. Христос же там Мария Русская была, вы уже знаете, да? Ну Мария, да, 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 даже уточнение есть. То есть я когда поведаю таким вот, конкретно православным, у них это просто такая твердынища, что я говорю, хорошо, алло, давайте просто посчитаем. Статистику знаем, ну я же сектант, да? Мне же американцы деньги платят. Где же эти деньги, которые они мне платят? И вот я говорю, сколько православных в мире? Они-то, ну они же, ты понимаешь, унижишь. Всех, всех, я говорю, сколько православных в мире, я им говорю. Они этого не знают, понимаешь, вот ты выдаешь, но он когда говорит со мной, для него же московский подрешат, это же просто там, а, третий Рим, понимаешь? Да, единственное, я говорю, послушай, ну сколько? И он начинает задумываться, и он не может придумать, и я помогаю ему. Ну давай сложим Россию с Украиной, ну Беларусь. Румыния, Армения, давай, хотя там они другие, там православные, ну давай все, Грузию. Короче, мы насобираем, ну от силы 200 миллионов. Это от силы, ребят, это от силы. И то, сколько они такие, то есть они еще не понимают, это плохо или хорошо, ну как бы. Ну вот мы ихнюю цифру вывели. Я говорю, а протестантов знаешь сколько? Они не знают, сколько протестантов. Я говорю, по самым вот минимальным подсчетам, это 600 миллионов. Можешь добавить, гитарист тебе разрешают, да. Я говорю, а католиков знаешь сколько? Миллиард. Я говорю, о чем ты мне говоришь, 200 миллионов? Что ты, ну, и он, понимаешь, пау-пау-пау, и он вздувается по чуть-чуть. То есть, ну опять же, если он адекватный, если он способен информацию, то есть вот эти факты, а их же ж вообще куча. И я помню, как один брат из церкви пришел ко мне, вообще просто знак вопроса, пастор, мы неправильные. Я говорю, что случилось? Мы неправильные, все, мы неправильные. Что, что тебя укусило? Я говорю, где ты был? Мы неправильные. Он, короче, он зашел в храм, ему там рассказали. Нарисовали дерево, кто откуда пошел. Понимаешь? И потом он, я говорю, послушай, я говорю, ну, люди исцеляются, это уже все, этого нет. Этого нет. Ему сказали, что мы неправильные, потому что там, вот там, вот там. Но благо у него хватило, вот, заодно, благодарю Бога, хватило у него ума исследовать самому. Я говорю, ну, почитай историю церкви. И вот он, вот, ну, за что, благодарю Бога, вот, неглупый человек, он сам полез туда. И я потом, когда давал историю церкви, его жена училась в Слово жизни в библейской школе, она приходила домой, а он уже все это знает, и он сам ей эти факты. То есть, и это его освободило от, вот, вы понимаете, вот, что мы там какие-то там. То есть, поэтому, друзья, я не могу усмотреть все ваши случаи, с которыми вы столкнетесь. И вам их вот, значит, тебе это, тебе это, а тебе это. Это уже, вот, с чем вы столкнулись, допустим, если вы видите, вот, с человеком вы столкнулись, теперь, я вам так скажу, ну, не факт даже, что, если вы выучите, оно поможет вам. Но если вы уже столкнулись, ну, будьте же вы, как там это, к мету, да, просто узнайте этот факт, проясните его для себя, то есть, ну, не тормозите, понимаете, да. Это поможет вам в будущем, для проповеди человеку. Если он умный, если он может это переварить, эта информация ему поможет. Это не спасет его, но эта твердынька, убранная из его разума, она все-таки где-то она приблизит его ко Христу. Хорошо? Слава Богу. Идем дальше. Это польза предмета истории церкви, который не боговдухновенен, но вот он может вам помочь. Аминь. И вот выработав такое аналитическое мышление, вы можете научиться брать эти факты и быть более оснащенным. То есть я призываю вас к чему? Изучать историю церкви. Вот к чему я вас призываю. Для чего? С какой целью? Потому что там есть, ну, там, ребят, там огромные пласты материала. Там просто можно ходить с квадратной головой, и это вам не поможет. Но вы столкнулись с каким-то периодом, даже больше того хочу сказать. У вас есть интерес к какому-то периоду? Есть сегодня, но уже не в советское время мы живем. Уже есть материалы, есть литература на русском языке. Уделите время. Вот есть даже у человека такие факты, знает. У вас вообще нет. Подойдите, спросите, он скажет, что почитать. Просто, ну, познавайте эту сферу. Хорошо? Итак, второй век у нас. Что мы имеем во втором веке? Знаете, что мы имеем? Я когда думаю о церкви второго века, мне ее немножко жалко. Жалко у Пчелкина. Я объясню в чем. Понимаете, смотрите, вот первый век, худо-бедно, там есть Иоанн, апостол, который любимый ученик Иисус. Помните его послание, там он пишет о диатрефе, который первенствует и изгоняет людей из церкви. То есть уже мы в конце первого века видим с вами церковных лидеров, которые, ну, извините, бортуют самого Иоанна. То есть они уже там поднаторели. Это плохо. Но все-таки у него есть авторитет. Он пишет там, я приду и напомню ему. То есть этот человек обладает авторитетом. Но вот во втором веке у нас остается такой термин, запишите, мужи апостольские. Это и есть исторический термин, просто эти люди были важны. Мужи апостольские. Это второй век, ребят, это все перед отцами церкви. То есть у нас есть термин отцы церкви, мы скажем о нем. Но вот мужи апостольские, это важное вкрапление, их там порядка восьми человек. Я не буду сейчас вам давать поименно. Кто эти люди? Допустим, я Иоанн. Допустим, да? У меня лично учились Игорь и пострадавший за Евангелие. Видите, да? Ему на каменоломных палец повредили стаз. И что произошло? Вот эти ребята, послушайте, нравятся они вам, не нравятся, лучше пусть нравятся, но они имели общение со мной. И если вы хотите что-то узнать все-таки, как мыслил Иоанн, то к кому вы пойдете? Вы пойдете к ним. И вот мужи апостольские, их не так много было. Ну, была некая там, я говорю, до десяти, грубо говоря, там восемь. Вот были люди, мужи апостольские, которые не просто, знаешь, а я видел Иоанна. Он проходил там. Это не муж апостольский. Муж апостольский это тот, кто плотно трудился. Вот Тимофей, он мог, ну, как бы вот это муж апостольский. Это человек, который плотно трудился рядом с апостолом Павлом. Итак, вот почему я говорю, мне немножко жаль церковь второго века. Как будто бы это осиротевшая церковь. Это не совсем так. У нее были лидеры, и лидеры достойные. Но, знаете, послушайте, лишиться авторитетов первого века... Вы помните послание евреям? Ну, вы его должны читать. Он начинает его так. Как передали нам то, в первой главе он пишет, бывшие очевидцами и служителями слова. Как передали нам то. То есть сам автор послания евреям, кто бы он ни был, вы можете знать, кто он, неважно, но он относит себя ко второму ряду служителей. Он пишет, как передали нам то, бывшие очевидцами. Он сам не является очевидцем и служителем слова. То есть он не ходил близко с Иисусом. Кто такие апостолы? Вот эти 12, о которых мы говорили, это те, кто были близко с Иисусом. А мужи апостольские, это те, кто были близко, рядом с ними. И вот они такое вот как связующее звено. Мы сейчас скажем, почему нам это важно. Вообще, почему это важно? Что это за игры у вас такие? А неправославливыми вы становитесь? Что это вот вы плетете вот такие вот цепи? Он знал того, он знал того. Это было важно. Вы сейчас поймете, почему это было важно именно во II веке. Но вот когда я смотрю на них, такое впечатление, что не то, что они осиротели. Знаете, а на кого ж ты нас покинула? Но с другой стороны, лишилась церковь. Вот таких вот, ну последний был Иоанн. И, кстати говоря, он-то был долгое время один с церковью, потому что все погибли в основном во время Нерона. Павел там, Петр там остался. А это 60-70 год. В тех гонениях, в Нероновых, они расстались с жизнью. Иоанн оставался очень долго. И вот нет Иоанна. То есть церковь вступает в этот век, я бы так сказал, вообще вот в будущее. То есть все мы вступаем с ними в будущее. И начинаем, как тот ребенок, делать первые шажки без них. То есть нет рядом вот Иоанна, которая придет. Ребята, что вы делаете вообще? Кто вы, ну вы понимаете, да, вот по-отечески некому прийти, там подзатыльник дать. Мы сами. Мы полностью остались вот. И, конечно, взгляд был на мужа апостольских. После того, как они отошли к Господу, возникли эти фигуры, так называемые отцы церкви. Это лидеры церкви, которые уже были такими вот, ну, отцы церкви, это лидеры церкви. Ну, знаете, сказать светило, ну, не совсем правильно, но они помогали, они защищали, ну, как бы, о защитниках мы сейчас скажем отдельно. Итак, первый термин касаемо вот этого второго, это только второй век, это мужа апостольский, вы поняли. Теперь отцы церкви, вы знаете, вы можете проследить их и до пятого века, и там, ну, это уже такой... А? Со второго, да. Это где-то середина второго века они начинают появляться. То есть, это хорошие люди. Делали они ошибки? Конечно, делали. Но, слава Богу, за всех, кто трудился на благо церкви. Опять-таки, когда мы говорим с вами, друзья, о втором веке, вы же понимаете, что, ну, не было у нас документальных фильмов. Ну, о втором веке. То есть, источники наши, так сказать, скудны. Весьма. Знаете, когда появился первый труд, именно касающийся истории церкви. Вот целенаправленно человек сел и задался целью, вот, напишу историю церкви. Знаете, когда он появился? В четвертом веке. В четвертом веке. В четвертом, друзья, 300, вот там вот, в конце, Евсевий Кисарийский. И то, знаете, почему он задался этой целью? Ну, и одна из версий. Потому что очень близко был с Константином. Это факт. Он был очень близок с Константином. А что нужно было Константину? Так он и так в нее попал, он ее сотворил. Ему нужна была история церкви. Слышь, Игорек, вот это я христиан, извините за такой, ну, глупый экспромт, но я христианство узаконил. Ну, напиши, что там, как было там. Есть. То есть, Евсевий Кисарийский занялся этим трудом. Теперь, Евсевий Кисарийский цитирует других авторов того же II века. Но это буквально, я не знаю, будет ли там хотя бы пять цитат авторов II века, а то и три, ну, может быть, пять, которые занимались историей церкви. То есть, целенаправленно историей церкви занялся только Евсевий Кисарийский аж в IV веке. То есть, источники наши о II веке, как вы думаете, много у нас их? Друзья, ну, почти нет. Поэтому мы берем там труды того, труды того. То есть, это такой вот полуследовательский, знаете, как, ну, там. Это исследование целое. Это не то, что у тебя огромный пласт, там, и ты сидишь там. Давайте я вам на следующий, я вам просто их перечислю в следующий раз. Я вам дам этих отцов церкви. Да, я вам дам их. Я мужей апостольских вам дам. Они у меня все записаны. Смотрите, что я сейчас хочу вам дать. Вот мы говорили о... Смотрите, мы говорили с вами о мужах апостольских, а потом об отцах церкви. Если вы не поймете их роль, это просто останется для вас... Ну, вот у нас была история церкви, и нам говорили. А зачем они? Мы не совсем поняли. Ну, теоретически понимаем. Ну, лидеры жнули. Смотрите, что было во втором веке? Вы слышали такое слово, как понятие гностицизм? Гностики, да. Что это были за ребята, знаете или нет? За два лета. Ну, можно и так сказать. Гнозис, название гностики от гнозис познания. В общем, смотрите, кто это были? То, что я говорю, это имеет прямое отношение сейчас. Ту часть гностицизма, которую опишу сейчас вам я, потому что я не буду вам все описывать, потому что гностицизм там большое дело, оно имело прямое значение к церкви. Теперь, смотрите, первое. Гностицизм. Это не было четко оформленное движение, как то свидетель Иеговы. Куда ты просто попасть не можешь так, понимаешь? Скорее всего, гностицизм был неким таким вот веянием той эпохи. Да, там были какие-то оформленные гностики, куда ты не мог просто так попасть. Но гностицизм, это было таким вот, ну, идеей. Кто понимает, что такое постмодернизм? Я вам так скажу. Вот знаете, в чем прикол, друзья? Мы не понимаем, но мы в нем живем, и мы мыслим в соответствии с этим постмодернизмом. Понимаете? Вот это идея, которая хотим или нет, а мы ей пропитаны, потому что так мыслит все окружающее нас общество. Вот так же где-то было с гностицизмом. То есть он оказывал влияние на массы. Хорошо, смотрите, нам с вами не избежать разговора, но это факт, то, что церковь в один момент произошло, нужно правильно это понять, но оно произошло, отделение, нужно правильно это понять, церкви, которая пришла из язычников, а церкви, которая состояла из евреев. Сестра подходила ко мне на перерыве, мы немножко коснулись этого, но это, то есть это, ну как драма, не драма, то есть это целый такой, сам по себе, это вообще целый вопрос, который нужно изучать, изучать и изучать, я вам так скажу, потому что, лишившись, лишившись, внимание, влияния, сотрудничества, помощи, церкви, мессианская, состоящая из евреев, церковь, куда пришли обращенные из язычники, обладая греческим типом мышления, она сама себя обрекла на многие проблемы, которых бы она избежала, имея на влияние, да, это я так сейчас очень кратко выразил, вот такую мысль, над которой я сам размышлял долгое время, но как это произошло, отчасти естественно, отчасти по злому умыслу, ну так случилось. Теперь о гностицизме. Он стал угрозой для церкви. Сейчас, когда мы говорим о гностицизме, я не знаю, как гностицизм влиял на иудеев. Я не исследовал этот вопрос. Вот мы сейчас скажем о нем. Гностицизм происходит от греческого слова гнозе знания. Сейчас мы скажем о нем. Я не буду... Видите, вот мы касаемся многих вопросов, но я не могу вам их объяснить. Да, если вы хотите, идите туда и да благословит вас Бог, сами мне потом расскажете, что. Смотрите, внимание, в чем угроза гностицизма была для церкви. Сейчас вы увидите. Значит, как будто бы я вам не говорил снова о гностицизме. Вот представьте себе, что вы от меня его сейчас не слышали. То есть появляется просто группа ребят, которые вот носятся с идеей, у них идея, идея у них. Вот они просто прибегают там, Василий Алибабаевич. Василий, ты классный человек. Он такой активный, знаете, прославление у него свое такое динамичное. Ты вообще слушаешь, он почти как твой. Ты говоришь, Василий, ты откуда? Я с Екатерининской. Что у вас там? У нас там собрание. О, интересно. А что вы там собираетесь? А мы делимся откровениями. Ух ты, серьезно? Откровениями делитесь? А какими? Что у вас вообще там происходит? Ну смотрите. То есть как учили гностики, что я не учитель гностиков. Если тут есть гностики, я могу грубо ошибиться. Я верю, что их здесь нет. Ну в общем, как говорили гностики, что был некий бог, я не помню его имя сейчас, не судьба, который сотворил все хорошее. Все хорошее сотворил. Но вот это хорошее, что он сотворил, знаете, каким оно было? Плохим, говорит. Первоначальное творение бога сего было духовным. Потом вмешался некий демиург, божок там. Неважно. Демиург. И он внес материю в творение. Материю сотворил вот этот демиург. Типа дьявола что-то такое. Демиург сотворил что? Материю. Так? Люди где? Здесь или здесь? Смотрите. Люди, внимание, творение демиурга, как бы, люди здесь. Люди. Но, смотрите, какая там метаморфоза у них была. Но поскольку сам демиург негодяй, но все-таки он берет начало отсюда, то вот эта добрая как бы часть, она в материи осталась. И что это? Это дух. Вот в каждом человечушке, даже вот в этом Игоре, это плоть мерзкая, гадская, в общем, пренеприятнейшая. Ужас. Посмотрите на него. Ну как нормальный Бог мог такое сотворить, да? Нет, прекрасный человек, кстати. Но, послушайте, по ихнему, по ихнему, внутри Игорька есть дух. Плоть у него отвратительная. Почему же плоть отвратительная? А Игорьский говорит, так вы посмотрите, что плоть делает. Ну посмотрите, она же, она же просто в грехе там и все. И вот они говорят, вот внутри людей есть очень хорошая часть, которая вот все-таки, поскольку Демюрк не совсем же конченый был, все-таки же оттуда. А вот смотрите, а вот этот Бог, Бог, который, я забыл, как его звать, тоже его как-то звали. Знаете, что он сделал? Знаете, что? Он решил спасти людей. Как? послал спасителя. Да? На полном серьезе, ребят. А что я вам это все рассказываю? Делать мне больше нечего. Без 15 и 8 вечера. Дурить вам голову. Слухайте сюда. И они говорят, они говорят, гностики, что он послал спасителя людям, который пришел пробудить в этом падшем Игоре, негодяи. Но вот есть в нем это доброе, вот пробудить его. А знаете, как? Как это спасение приходит? Вообще, он пришел, он спасителем назван у них. И пришел дать ему спасение. А спасение дается через гнозис, через знание. Я что-то шепнул Игорьку. Родился заново человек. Познайте истины. Слушайте, там они столько полезного в наших писаниях нашли. Вы понимаете, что произошло? Второй век, и вдруг вот эта лавина вся, она уже в колоссянах просматривается, как Павел с ними философии, там, течения век, там он уже аргументируется с ними. И вот слушайте, вот этот гностицизм, он, понимаете, он есть разный, есть не христианский, но он в церковь ломанулся. Вот почему я говорю, что это не то, что что-то вот такое узенькое и законченное. Они нашли эти, они в церкви себя начали хорошо чувствовать. И вы говорите, сестра говорит, я нашла спасение, а гностик кричит, я тоже. с вами тяжело тут, конечно, убеждать вас, что гностицизм это круто. Теперь, смотрите, почему я вам сказал о мужах апостольских. Вот еще момент. три фактора, которые очень актуальны стали во втором веке. Три фактора. Первое, это я вам должен дать сегодня, мы с вами до до восьми. канон. Второе, символ веры. И третье, это преемственность. Это ответ церкви. вот эти три лекарства. Подождите, там до православия еще. Это оно потом взяло это и подделало под себя. А вот родилось оно вот здесь, в борьбе с гностицизмом. И к тому, что применяется сейчас против нас, это не имело никакого отношения. Итак, друзья, смотрите, гностицизм атакует церковь. Вы видите, как? Теперь, был там такой парень Маркион, запишите, Маркион, Маркион, в середине второго века христианин, брат наш, приходит в Рим, пропитался отчасти идеями гностиков и говорит, он идет дальше, значит так, ребята, он говорит, бог иудеев, это вообще злейший бог, потому что он вообще просто ужас, что он творит. Это есть этот демиург. Ветхий Завет выбрасываем геть. Это все писание, это вообще не писание, это полностью ужас. Из Нового Завета он берет и оставляет только Евангелие от Луки, дорогой мой Стас, и послание Павла. Везде, где Павел цитирует Ветхий Завет, он говорит, это враги, враги вписали туда, ничего этого Павел не делал. И вы знаете, что он делает? Он создает свою церковь, конкурирующую реально с римской ортодоксальной церковью Нарамбах на протяжении немалого времени. Церковь просто взбудоражена. Кто это у вас? Это Маркион. Откуда он взялся? Он пришел с территории современной Турции, то есть с юга Черного моря, только с той стороны. Церковь в шоке, она не понимает, что делать. И смотрите, что делает Маркион? Первое, он наносит удар по Писанию. Маркион. Что было до этого? Вы видите, что у меня первое написано здесь? Ответ церкви канон. Значит, смотрите, гностики начинают выбрасывать Ветхий Завет. Почему? Потому что добрый Бог этого не может сделать. В частности, Маркион наносит такой удар. Что делала церковь до этого? Я вам хочу сказать, церковь, извините, но она не заморачивалась. То есть, есть Библия Иисуса, септуагинта. Да и аминь. Есть три Евангелия и четвертое. Четвертое Иоанна, оно было написано позже всего, и споры по нему, включать и не включать канон, они велись. Скажу вам так, где-то к 180-му году практически весь канон, известный нам, уже был оформлен. То есть, внимание, святые, церковь не занималась созданием канона. Почему? Не было такой потребности. Был Ветхий Завет, были Евангелия, были послания Павла, были послания Петра, были послания Иоанна. У кого, у какой церкви? У церкви побогаче все были письма, у церкви победнее, скорее всего, в лучшем случае, одно или два было. Ну, вы же понимаете, что это же не то, что вот теперь оно у нас. Это же свитки, они денег стоят. То есть, это же не так, как сейчас. Но суть в том, воспринимала церковь это священное писание или нет. Так вот, у церкви не стояло вопрос, священное это писание или нет. Это просто, само собой, воспринималось как тюнь. Ну, так это священное писание. Но вот, когда Маркион принес вот этот вот разброд и шатание, церковь сказала, стоп, подождите, ну, так давайте скажем, что такое канон, чтобы уже никто не разрывал его на части. Вы поняли, да? Вот как пошла борьба за канон. Не от хорошей жизни, от того, что Маркион намутил воды. Вы увидели это, да? Теперь символ веры. А символи веры? Нет. Теперь, почему возник символ веры? Подробнее, если хотите, рассмотрим его. Сейчас у нас уже просто нет времени. Смотрите. Гностики, они говорили, Маркион сказал, что Иисус не рождался от Девы Марии. Почему? Да потому что не мог он родиться, потому что рождение это плоть. А плоть у нас, что у нас плоть? Дурацкая она у нас плоть. Дурацкая. Он сразу появился при Тиберии. Хопа, 30 лет. И пошел. И церковь вырабатывает символы. Как нам определить? Свой не свой. Вы знаете, что тогда было символ веры? Пароль. Пароль. Я встречаюсь с человеком. Давай назовем пароль. Давай. То есть символ веры родился как пароль. Определить, ты свой или чужой. А потом он уже трансформировался в то, во что он трансформировался. Но когда он рождался, целью было отделить своих от гностиков. Вот на самом первом этапе. Вот почему там сказано родился от Девы Марии. Потому что гностик никогда об этого не сказал. И еще какие-то вещи. Я не даю вам все это подробно. Я просто проговариваю, как появился символ веры. Он был скорее не символом, а паролем. Для защиты ортодоксии. То есть ортодоксии не в плохом смысле, что вот ортодоксальные, а правильной веры. Вы видите, да? Потом это стало уже таким, как, ну, грубо говоря, смотрите, смотрите, смотрите. Мы родили с вами символ веры для защиты от гностика? Вот от этих странных людей с Екатерининской. Родили? Вопрос. Родили? А потом они канули в лету. А у нас остался символ веры. И мы что с ним делаем? Мы уже... Вы поняли, как это? На стеночке у нас уже висит. Потом уже давай там... Ну, то есть... Вот как это... То есть это вошло уже потом. Ты чё? Ты чё? То есть уже проблема ушла, а у нас прецедент остался. И упасите о Бог, Стас. Хоть что-то криво сказать. То есть вот как оно с людьми-то бывает. Понимаете? То, что изначально было призвано... Да. Но он-то сам по себе неплохой. Там, если там смотреть, опять же... Ну, и внимание, преемственность. Вот чем нас там православные. Теперь, что сказали гностики? У них же цинус, цимис. В чём у них? Знание. Как Игорька нам спасать? Через знание. Но они сказали, что это знание, Иисус пришёл и как-то передал. А церковь говорит, вы что, вы в своём уме, ребята? Вот 12 апостолов. Есть они или нет? Есть. Вот у нас мужи апостольские. Есть они или нет? Есть. Да вот отцы церкви. Есть они или нет? Так как так, что вы говорите о знании, которое принёс Иисус? Пардон. Апостолы о нём не знают. Мужи апостольские не знают. Отцы церкви не знают. Что такое? Как такое может быть? И тогда церковь говорит, нет, ребятушки, нет. Вот давайте-ка поговорим о преемственности. Почему это так? Иисус, принеся это знание, не рассказал его 12? А если бы он им рассказал, так они передали бы мужам апостольских. А мужи бы апостольские рассказали бы нам. Ну, логично это или нет? Абсолютно логично. То есть, вот откуда рождается вопрос преемственности. Опять же, для защиты от... И знаете, в чём? Вот история церкви, опять же, почему я её люблю? Парадокс в том, то, что было призвано защитить церковь от влияния одной личности или странных людей, в итоге свелось к тому, что вся преемственность сошлась на Петре и трох тебе дох там этими братьями-католиками нашими. Хотя вначале защищали вроде бы... То же самое получилось с языком. Когда Кирилл и Мефодий сделали славянский язык, в курсе. Там грек, я не скажу точно, ребят, не скажу точно, не скажу, не важно, не важно, послушайте, сейчас не об этом. Может быть и были, может быть, но они сделали славянский язык. И там претендовали на славян все, потому что это же новый, новообращенный. И греческая церковь претендовала, и римская. И пошли баталии на каком языке служить. Те говорят на греческом, те говорят, а Кирилл и Мефодий рвут на себе. Да дайте им на своём языке служить. На каком? Да на славянском пусть люди молятся, они же не понимают ни греческого, ни латинского языка не понимают. Пусть на своём молятся. Правильно? Я говорю. Правильно. И в итоге, то, за что боролся Кирилл и Мефодий. Церковь начала служить на каком языке? На славянском. А сейчас она на каком служит? На славянском. Алло, так этот язык вам отвоевали, для того, чтобы люди вас понимали. А что сегодня происходит? Никто не понимает, а вы продолжаете в нём служить. Где логика? И вот таких прецедентов в истории церкви. Ну где это? Просто грабля на грабля. Грабля на грабля. Понимаете? Но опять же, мы же учимся это для чего? Сказать, что мы круче? Чтобы нам самим где-то начать на них не наступать. Хорошо? Итак, это очень поверхностный обзор, но вы увидели, вот как появился канон, сейчас без подробностей, без никаких. Как появился символ веры, без подробностей. И как возникла преемственность. Внимание, то, во что это превратилось в отношении, это уже второй вопрос. Но рождалось всё это очень, так сказать, вообще правильно, вообще необходимо это было делать. Но когда проблема ушла, а преемственность осталась, уже, знаешь, врага нет, но уже доспехи есть, что делать? Ну уже доспехи снимать не будешь. Уже будешь ходить, там, неугодных там. Вот. Это вот так вот, как оно... Смотрите, мне нужно от вас написанные вопросы. Просто не на все я сходу... Да, задайте вопрос. Ну, есть же православие покупательные, у них там это Макалейская, Гейбра, а в Финодальном этом и есть. И люди, некоторые из них, они показывают, что я понимаю, что они есть. Это апокрифы. Просто православные включают их, потому что у них и традиция, им нужны апокрифы. Это не является каноном. Канон то, что у вас вот. Тут даже написано слово каноничное. А то... Да. Я знаю, что часть литературы очень уважается иудеями. В частности, Иуда ссылается на неканоничные книги, но... Да, да. Ну, та книга, я помню, задался желание прочитать книгу Еноха. Еноха. Как открыл, как начал читать, говорю, иди сюда, посмотри, что тут пишут. И потом я пришел к одному преподавателю, как же книга Еноха. Он говорит, ну, книга Еноха может содержать пророчество Еноха, но не вся книга Еноха может быть его. Я думаю, что в этом есть зерно логики. То есть я верю, что всемогущий Бог донес до нас свое слово. Друзья. Да. Хорошо. Хороший вопрос. Ребята, смотрите, вот еще в чем вопрос. Когда вы говорите с католиками, с православными, смело бейте сюда. Просто идите сюда смело. В этих... К гностицизм и вот отсюда выходя. Да нет, ну даже не к гностицизм. Смело идите, потому что там нету во втором, в третьем, в четвертом, да даже в пятом веке, там нету, послушайте, там нет ни православных, ни католиков. Понимаешь, когда кто-то себе приватизирует эту историю церкви, он глубоко ошибается. Православные могут говорить о себе, начиная с Византии, с Константинополя. Я туда не лезу. Ну то есть я не говорю, что это уже... Ну, Византий, он его основал, Константин, вот в этом веке, мы скажем об этом, в четвертом, при жизни, он туда перенес столицу. Там вот это разделение, оно же произошло в начале языковое, греческий, латинский. Это там раздел империи был, там сложные политические процессы, тоже интересные. Ну, просто времени же у нас нет. Смотрите, хороший вопрос был задан, но смотрите, вот в этом, в начальных веках, как минимум, первый, второй, третий, четвертый век, тогда же пятый век, никаких православных, друзья, никаких католиков. Разделение было, греческий и латинский язык, был, особенно разделение пошло, когда Рим остался неформальной столицей, а Константин перенес столицу Византии, понимаете, вот Константинополь. Он перенес туда столицу, он построил этот город, там было какое-то поселение, но он его обосновал. И произошло вот это вот разделение, и оно как бы, оно было политическим, уловить этот момент. Ну, как Киев, Москва, Советский Союз разделился, Киев стал центром. Вы понимаете эти моменты, да, что, а раньше все в Москве решалось, а теперь уже вот в Киеве. А потом вообще раскол, формальный раскол на католиков и православных, это вообще 1064, что-то вот, да, там, буллу положили, они там не сожгли. То есть это вообще, раскол произошел, оформленный, отлучение, то есть католики отлучили православных. В 1050, каком-то там, или... То есть до 1000 года, то есть вообще все было одна церковь, друзья. Да, там оно было далеко не счастливое, да. Поэтому просто вот, видите, вот, а почему я говорю, чем интересен этот период? Там ни у кого нету золотой акции на этот период. Все мы там, понимаете? И смело используйте этих людей, которые трудились там. Я их всех считаю нашими. Ошибаются? Не вопрос, но это наши ошиблись. То есть я не считаю их, я не выбрасываю их, как знаете, наоборот, они мои. То есть я смело к ним обращаюсь. Ну, в той мере, насколько я их знаю. Это не враги. Потому что если я себя от них отделил, то я отделил от себя, ну, понимаете, для... Ну, я от корней от себя отделил. А я на... Вы что? Второй век, давайте общаться с вами во втором веке. Там же нету и близко всего того, что сегодня традиционные церкви на себя рядом. Да они и не знают этого, друзья, они и не знают. Там кто-то знает. Не копают так далеко. Поэтому это наше с вами время. Вот, ну, брать этот период истории церкви, изучать его, и слава Богу. Опять же, послушайте, все, что мы говорим с вами, мы очень поверхностно с вами говорим. Мы просто так вот, знаете, как упоминаем. Мы упоминаем с вами какие-то факты. Я надеюсь просто на вашу сознательность, любознательность. В нужный момент Дух Святой что-то поднимет, но больше, просто, может быть, больше конкретики уже дадим там в среду, в четверг. Но просто, что я говорю вам, что это от вас многое зависит. Аминь. Мы заканчиваем? Хорошо, святые. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok